Черный водяной тигр – символ наступающего 2022 года. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков характеризует это животное как одно из самых сильных. Однако, многие могут поспорить на этот счет и спросить, а как же лев? Огромный зверь, очень сильный. Те вопросы, когда задают, кто сильнее, лев или тигр, так я вам скажу, что тигр сильнее. Лев – царь зверей, но тигр, тем не менее, крупнее и, соответственно, сильнее. Льва – это такая величественная кошка. Тигр – это целеустремленный хищник и добытчик, а также достаточно своенравное животное, которое, как настоящая кошка, делает только то, что ему вздумается, рассказывает Игорь Беляков. Они очень спокойны, они иногда любят проследить за пустителями, они никогда не станут попрошайничать или что-то такое. Они ведут себя очень независимо. Очень часто они могут даже покрасоваться перед посетителями. Вот они могут лежать на этих бревнах так красиво, но при этом делать вид, что я вас даже не замечаю. Тигры – это животное, которое могут жить в одиночестве и абсолютно не страдают от этого. Из всех кошек практически только львы живут прайдами, и у них там своя тоже довольно жесткая система. У тигров такого нет. Тигры – одиночки. Это кот, который гуляет сам по себе. В воспитании потомства участвует только самка. Самец с самкой встречаются только для любви, и на этом роль самца в воспитании детенышей заканчивается. Обычно у тигров рождается по одному-два малыша, у которых детство продолжается на протяжении нескольких лет. В это время тигрицы обучают их всем необходимым навыкам, которые смогут пригодиться во взрослой жизни. В зоопарке, конечно, они тоже мама и ее дети, они с нескольких лет, у них такие нежные довольно отношения, потом уже их надо разделять, и через какое-то прошествие времени они могут и не вспомнить, что они другого родственники. Но пока дети маленькие, тигрица очень ревностна их. Причем именно агрессивные такие тигрицы, неручные, злобные к людям, они, как правило, лучшие матери. Люди, которые родились в год тигра, достаточно ответственны и отличаются особой силой духа, а потому среди них встречаются прекрасные лидеры. Очень сильный, очень спокойный, очень уверенный в себе, ничего не боится. Он хозяин леса, там хозяин тайги или хозяин джунглей. Это зверь, который властвует на своей территории, он ее охраняет, он постоянно ее мониторит, он постоянно двигается. Он очень подвижный, он все время обходит свою территорию, наводит порядок в своем доме. И зверь очень-очень благородный, это видно даже в условиях зоопарка. Он довольно разборчив в еде, он никогда, даже если, бывает, кошка к нему зайдет, он ее никогда не тронет, не трогает маленьких. В преддверии зимних праздников директор одесского зоопарка рекомендует присмотреться к символу следующего года, а также понять, что какой характер имеет тотемное животное и какие его положительные качества можно перенять.